В разговаривании с ним я понимаю, что глубина тренировочного процесса и воспитания очень широки. Он глядит, двигается, обучается и растет шире. Это приятно. А сейчас, уважаемые зрители, то, ради чего мы предложили вам сегодня встретиться с нами, это рейтинговые бои в супертяжелых весовых категориях. На ринг предлагаются в парад «Але» две пары. Сергей Казновский, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Харитонов, город Рязань, Армавир Булденко и наш гость с Украины Сергей Терезимов. Кстати, он чемпион Украины по армрестлингу. Вот такой физически сильный, по крайней мере, титул должен выйти сегодня на ринг, боец. Тяжелые весовые категории, большие мужчины, маленький ринг, к сожалению, потому что в полном объеме бросковой техники, которая подразумевает эти бои, конечно, не будет сегодня представлено. Жалко ринг, он вновь восстановлен, но ему достанется в мекаре, как и в прошлый раз. Итак, первый бой. Весовая категория супертяжелая. Сергей Казновский, Санкт-Петербург. И Сергей Харитонов, Рязань, сейчас мы видели его на наших экранах. Рост у Сергея Казновского 195 сантиметров, весит он 106 килограммов, боевой вес. Обладатель открытого Кубка России по боям без правил. В Москве, который проходил в 2000 году, обладатель открытого Кубка Белоруссии по боям без правил. И победили международного турнира по тайскому боксу, который прошел в Петербурге в 2000 году. Его соперник Сергей Харитонов из города Рязани, при росте в 184 сантиметра, он весит 97 килограмм, такой боевой очень вес. Появили в международный турнир по боям без правил, чемпион России по рукопашному бою, чемпион Евразии по боевому самбо. Как-то резко начинается поединок. Да, отмечу, что Сергей вообще пришел в абсолютные поединки из бокса. Потом он занялся кикбоксингами, тайским боксом. И сейчас осваивает технику борьбы в артере. Но с его ростом ему сложно, конечно, тем более ринг очень маленький. Бей, 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 не стой! Не выпускай его, не выпускай его! Не выпускай его! В атаке Сергей Харитонов. Надо напомнить нашим уважаемым зрителям, что по сегодняшним правилам поединок длится ровно 10 минут. Бей, 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 не стой! С минуты перерыва разрешена работа в партере. То, что сейчас мы видим, это как раз и есть работа в партере. Не более минуты, если производят активные действия. Стой, стой! С пугом, с пугом. Врач, врач. Вот, не прошло, прошло немного более минуты. Поединок остановлен. Сергею Казновскому предлагается обратиться к врачу. И обязательно приглашается секундант. Он тоже должен оценить, какую травму получил его спортсмен, и может ли он продолжать бой. Традиционный, в общем-то, и характерный только для реальных поединков проход средний сектор в ноги, высекания. Но в данном случае, мне кажется, проблема перевода сразу в партер заключается в малом размере ринга. То есть, Канады как раз спасают того, кого должны опрокинуть. Потому что ринг, поднесенная сетка, он имеет размеры, диаметр круга 9 метров. Это в два раза больше размера. Второй раз пытается провести удушающий прием Сергей Казновский. Но, видимо, недостаточно он у него отработан. И видно, что не сможет он его завершить. Сергей Казновский освобождается довольно легко. Классический подсечка с захватом головы причем. Произвел бросок и сразу же пытается зафиксировать положение. Вот, болевой прием, да, и сдача. Итак, в этом бою чистую победу болевым приемом одержал Сергей Харитонов. Вот недостаток тренировки Сергея Казновского в борьбе. Это, наверное, как раз тот самый случай, когда люди, выходящие в абсолюте, должны подразумевать абсолютность владения многими видами единоборства. Прежде всего, конечно, борцовская техника, которая стояла у истоков, наверное, боев без правил. И вот сейчас мы на повторе как раз видим завершение боя, как четко провел болевой прием Сергей Харитонов. Да, здесь не было шансов у Сергея Казновского. В принципе, я так и рассчитывал, что бой выиграю быстро, болевым приемом, болеводушающим. Потому что в основном у меня работа моя основана на удушениях, болячках. То есть, на борьбе. Борьба в партере. Так что, я считаю, что стиль мы достигнут. Выявляется тенденция, что побеждают именно борцы, там, вольники. А все это гратисты, так, ну, тайцы, они как-то в опале находятся. Нет, я не согласен, что именно борцы выиграют, или именно тайские боксеры, или там спортсмены, например, другого вида спорта какого-то. То есть, если борец, он должен быть в первую очередь, то есть, он должен уметь и бить руками, то есть, должен уметь подойти к сопернику, то есть, должен знать подход, именно подход к сопернику. Вот, в принципе, в этом и заключается победа. Тот борец, который подошел к сопернику с умом, бросил его, то победа практически уже его. Ну, что, Сережа нам рассказал, что главное, чтобы победить соперника, он забыл только добавить, как еще найти эту дорогу к слабостям соперника, и нарасти ту мощь и умение сокращать эту дистанцию. Следующий поединок очень интересный. Соперники Армавира Булденко из города Астрахани. Спортсмен, который занимается прелестью боями без правил. И его соперник, спортсмен с Украины, сейчас мы его увидим, Сергей Теремизов из города Луганска. Этот спортсмен недавно стал заниматься боями без правил, а его основной спортивный список побед – это чемпион Украины парам рейтлинга. Вот такие страшные, сильные должны быть кисти, пальцы, предплечья, которым он, наверное, будет делать предпочтение в этом поединке. Ну что ж, посмотрим одним словом. Ну, в отличие от предыдущей пары, это, будем говорить так, спортсмены-дебютанты, которые провели по 2-3 боя всего лишь в абсолютных поединках, и очень волновались перед этим выступлением, перед этим боем. Горели, как говорят, единоборства. Вот сейчас было сделано замечание Армавиру за то, что он использовал канат. Это запрещено правило. Это, знаешь, когда я смотрел поединок, я назвал это ручным лоу-кихом. Да, да, да. Вот, Сергей Терезимов, используя, наверное, силу своих рук, наносил удары по наружной стороне бедра. Бедра, да. Совершенно разные спортсмены и по подготовке к бою, и по ведению поединка. Да, в общем-то, и визуально они весьма отличаются друг от друга. Очень мощный украинский спортсмен, который, естественно, использует силу своих рук, максимально сокращая дистанцию, и вот время от времени нанося такие странноватые, скажем, удары. Ну, а спортсменный завтрак, я бы назвал его неудобный. Он очень вязкий. Весьма при чём. Да, высокий. И всячески затрудняет попытки проведения бросковых приёмов. Правда, несколько раз он нарушил правила, держался за канаты, но сделано замечание. Я думаю, что если это нарушение будет продолжаться, его накажут более строго, вплоть до дисквалификации. Вот интересная техника, наработанная украинским спортсменом. Но, тем не менее, это не запрещено. Да, 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 да. Возможно, рукой он бьёт так же, как и... Кто-то хорошо не добит. ...ногой, да. Вот опять, видишь, условности, сложности малого размера, малого ринга. Здесь практически невозможно провести бросковый удар, бросковую технику. Более спортсмены высокие, и Козновский, и Армавир, они под 2 метра. И что здесь, в принципе, ещё здесь, в принципе, армавир противностировал. Как его называют в карате, у Широгери удар лошади. Несмотря на, казалось бы, свои далеко неудобные для этого удара конечности. И вот борьба переходит в партер, и вот, казалось бы, здесь надо Сергею Терезимову полностью продемонстрировать мощь своих рук. Ну, очень удачно, мне кажется, Армавир. Защищает сюда, держит руки, и не даёт наносить удары. Как удав пытается оплести Сергея. Очень хорошо блокирует своими ногами. А в это время его соперник тратит силы. Казалось бы, вывел ногу на болевой, болячка не получилась. Недостаток опыта, естественно. Я думаю, что если бы этот приём проводил Харитонов, то у Армавира не было бы шансов. Ну, вот, казалось бы, здесь уж в полном объёме можно продемонстрировать силу арморестлингиста. Вот, закончилась минута в партере, и спортсмены поднимают в стойку. А, нет, закончился, закончился первый раунд, да. Вот, казалось бы, очень неудобного положения. Вот, может быть, как раз недостаток опыта не позволил спортсмена с Украины. Высечь опорную ногу, казалось бы, само собой напрашивался. Удержание одной ноги, высекаешь вторую, и вот тебе удачное продолжение поединка. Очень много сил тратит украинский спортсмен, нанося много ударов, хотя до цели дошли, может быть, 1-2. Второй раунд. Надо отметить очень хорошую работу судей на ринге рефери Олега Чемадуро. Он очень чётко работает, беспристрастен, не смущает его никакие звания. Он уже в такой толчее вести себя уверенно относительно ведения поединка удается не всем. Вот, мне кажется, Рослингис совсем устал. Да. Сил хватает только на слегка поднятые руки. Вот. Он очень много отдал в первом раунде сил, и поэтому я говорил, что он неэкономно их очень расходовал. И он пропустил несколько ударов, и результат нокаут. Нокаут. Причём такое падение. Брать, брать! Вот что может сделать против сильных рук неудобное тело и воля к победе. Да. Ещё раз мы убеждаемся, что если уровень спортсменов соответствует друг другу, то получаются интересные бои. Представьте себе, если бы мы поменяли пары, и, допустим, Сергей Харитонов встретился с Бастерезимовым, а Казновский с Армавиром. То есть бой бы закончился на первых секундах, я думаю, первой минуты поединка. Это третий бой Армавира, да? Да, третий бой. И, казалось бы, глядя на него трудно представить его бойцовских возможностей, однако же мы видели, что вы не смутили ни размера, ни звания, ни силы рук. Ну, здесь ещё большую роль играет характер, то есть спортсмен очень мужественный и стойкий. Я думаю, что в полном объёме относятся абсолютно ко всем людям, которые выходят на абсолютные поединки. Дело в том, что я не ожидал, что так быстро устану, так как он мне пытался завалить, чтобы не упасть. Я много сил отдал, потому что я знал, если он меня завалит, веса килограмм на 7 больше, поэтому я со всех сил. Правда, был в фортере, но ничего, удар держал, вроде нормально. Не ожидал, что так быстро иссякну. А до боя знали соперника? Нет, я его впервые только вот узнал, познакомились. Хороший парень, сильный. Ему стоит поработать ещё руками, чтобы хорошо вести бой. Уже у него руки слишком тяжёлые для быстрого боя. Тому только бороться, я так думаю. Поэтому я не дал ему, надо сказать, выпутался. И вот сейчас, уважаемые зрители, самое, наверное, интересное, что происходило в этот вечер, это вот такой свободный поединок, вот среди зрителей, которых было в этот, и в этот раз очень много в мегасфере. Один из сотрудников мегасферы, Дмитрий Савко, перворазрядник по рукопашному бою, бросил вызов любому в этот вечер, находящемуся из кикбоксёров. Любому, я подчёркиваю, лишь бы вес был примерно одинаковый. И вот такой вызов принял Абабакар Абабакаров, чемпион Европы по тайскому боксу. Раздел лоу-кик принял Дмитрий Савко. Формула поединка, пять раундов по две минуты. В общем-то, я склонен даже был сперва рассматривать, если бы сам не был в этот вечер близ ринга, что это подстава. Нет, уважаемый зритель, на самом деле, вот Дмитрий Савко, спортсмен, уровень, который, я ещё раз подчёркиваю, всего лишь первый раз по рукопашному бою, вот своей духовизностью и желанием доказать свою состоятельность и, наверное, наличием друзей, вот смог определить себя по поводу любого, подчёркиваю, абсолютно любого спортсмена, находящегося в этот вечер на этой встрече. Ну, я тоже считаю, что это мужественный поступок, и поскольку соперник действующий чемпион Европы по тайскому боксу, это уровень очень высокий, действительно, нужно было обладать мужеством, чтобы выйти на этот поединок. До этого поединка он не знал, кто будет его соперником, он был готов к такое впечатление, что драться с любым чемпионом мира. И вот, подчёркиваю, первые минуты этого боя говорят о том, что, в общем-то, он, кроме запала внутреннего и духа, он, в общем-то, обладает, конечно, какой-то техникой. Конечно, очень трудно противостоять действующему спортсмену по тайскому боксу, тем более, что я думаю, что сам Абукар, Абукар Абукаров сам не был готов к такому сопротивлению. Ну, единственное, что я посоветовал бы перворазряднику, это не соглашаться на пять раундов, провести бы один раунд. Я думаю, на один раунд его вполне хватило бы. Я должен сказать, первый раунд он великолепный ведёт. Да, да. Для того, чтобы проверить себя и показать своё мужество и уровень подготовки. Законченный первый раунд, он великолепно провёл его. Да. Чем самым удивил абсолютно всех. И профессиональных спортсменов, и зрителей, и, конечно, принёс радость его друзьям. Смотрите, вот, достаточно приличная техника. Хватит ли его надолго? Вот, в общем, вопрос. Пять раундов без подготовки специальной провести очень сложно. Нет, как он сказал, что он тренируется, тренируется он регулярно, но, конечно, такая промечивость против любого. Это или незнание, или огромная сила авантюризма. И надо сказать, что его пока хватает и по физике. Ну, а таким Малашу вообще выжил бурю аплодисментов среди своих друзей. Ну, всё должно быть расставлено на свои. В обмен ударами я не шёл бы на его месте. Ему лучше бы подвигаться на дистанции. Ну, для серии не хватает, наверное, мастерства, и поэтому отработанные какие-то несложные связки, одиночный удар, основной, может противопоставить против Абакарова. Многие удары, конечно, весьма условны. Да, опускают правую руку, и это чревато пропустить сильный удар. Как раз после нанесения удара опущенная рука, как раз, говорит о недостаточной технике. Она должна обязательно вернуться в исходное положение. Ну, вот, я думаю, что... Абакар это демонстрирует у него. Руки постоянно защищают голову. Только на дистанции недосягаемости удара противника он позволяет их немножко опустить, расслабить. Ну, вот, мне кажется, естественный исход. Да. Приходит в заключительную фазу. Все больше пропускает ударов. Соперника Абакара. Ну, в любом случае, надо вернуть должную волю. Дмитрий Савко. Да. И... Ожидаемый результат. Нами, по крайней мере, ожидаемый. Ну, в любом случае, несмотря на вот такой финал этого боя, еще и еще раз удивляешься тому наличию мужской доблести, которая зачастую в присутствии людей, может проявиться даже вот в такой смелой форме. Он практически расстреливается с короткого расстояния. Да, на втором раунде, я думаю, что Абакаров первый раунд не то, что присматривался, а просто отдал должное уважение мужским качеством, да. Но во втором раунде надо было, на самом деле, ставить точку, что она и сделала. Благодаря вот этим вот ребятам, которые здесь рядом со мной стоят, благодаря их поддержке, я просто вышел. И если сейчас первый раунд, я уверен, что был за мной, второй по технической накладочке, что у меня нога повреждена, он попал в нее. Я бы и дальше второй раунд продолжал, если бы не остановили бой, но я просто уверен, что я сюда вышел на ринг не первый, не последний раз. И в следующий раз просто у него это не получится. Вот и все. А все видели, как бой проходил. Фактически первый раунд за мной был. Противник хороший, да, я не спорю, он готовится все, но психологически я его сильнее. Но он пускай это знает, что я еще ни один раз не встречусь, несмотря на нашу разбежку в весе 7 килограмм. Вот и все. Благодаря вот этим вот ребятам еще раз отмечаю им большое спасибо. Возьму за смелость заметить, что несколько смелых замечаний Дмитрия Савко, ну пусть это останется на его совести. А на этом мы прощаемся с вами, уважаемые зрители. До новых встреч на спортивном канале ТВ+. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!